В мире семь основных вершин и гора Конкагуа входит в их число. Если альпинист начинает покорять вершины, то эти семь главных вершин планеты самые амбициозные. Идея зародилась у Домея Аграба. Он занимается альпинизмом уже несколько лет. И был на таких вершинах, как Эльбрус, Килиманджару. И эти вершины входят в так называемые семь вершин нашей планеты. И Аконкагуа является одной из семи вершин. И Домея год назад предложил зайти на Аконкагуа. В экспедиции было пять человек. Тенгиз Тарба, Владимир Гулия, Домея Аграба, аргентинец Хулио Вианна. Среди них был один из самых известных путешественников нашего времени, Йохан Нильсен, с которым познакомился председатель правления Московской общественной организации, Московская Абхазская диаспора, Беслан Аграба, и который профинансировал восхождение и убедил Йохана вести группу. Вот с четвертого дня экспедиции, когда мы уже рассчитывали только на свои силы, у нас было 40 килограмм еды на всю группу. Плюс еще у каждого из нас было не менее 25 килограмм на каждого вещей. И плюс это еще и палатки и все прочее. И, конечно же, мы самостоятельно не могли нести такой груз, поэтому мы привлекали так называемых портеров, грузчиков. Каждый из них брал на себя 20 килограмм вещей. Плюс еще мы на себя брали нагрузку тоже не более 20 килограмм, потому что там и без нагрузки достаточно тяжело идти. И вот они нам помогали поднимать вещи вплоть до последнего лагеря на 6000. Что касается воды, воду мы, естественно, с собой не брали. Это невозможно брать такое количество воды с собой. И, конечно, одна из таких самых дискомфорт, как причиняло, это именно отсутствие хорошей воды. Несмотря на то, что это горы, несмотря на то, что вроде бы идеальная экология, но горная порода такая, что вода очень грязная. И поэтому приходилось пить какое-то время сначала грязную воду из рек или из ручьев, а потом уже мы топили снег, тоже не самая вкусная вода. Но и еще плюс один минус этой воды. В горах, особенно в Искагорье, вода практически не имеет полезных элементов. Поэтому ее приходилось разбавлять или с сахаром, или с чаем, с чем-то. Почему я акцентирую внимание на воде? Потому что при восхождении в Искагорном, для того, чтобы избежать обезвоживания организма, необходимо пить не менее 3-4 литров, в зависимости от организма, до 6 литров воды ежедневно. В прошлом году мы, так скажем, не имея опыта, заявили заранее о том, что мы собираемся покорить вершину Аканкагуа. Естественно, со стороны Грузии сразу же последовали по этому поводу возмущения. Есть один из грузинских альпинистов, который обошел много вершин с такими достаточно провокационными лозунгами, политизированными. И вот он предпринял достаточно много шагов для того, чтобы нашу экспедицию остановить. Он написал практически во все международные альпинистские организации, и в том числе и нашему гиду Йохану Эрнст Нильсену. И получился такой скандал. То есть нашу экспедицию называли «Альпинистской войной, объявленной Грузией», что полный бред, конечно. Было непростое решение. Это было предложение Йохана о том, чтобы в связи с этим скандалом перенести экспедицию на год. Решение нам, конечно, удалось непросто, но вот мы его все-таки в итоге приняли, и через год восхождение все-таки совершилось. Четвертый день нашего восхождения. Мы находимся в базовом лагере Аргентина. Погода прекрасная. С утра было немножко ветрено. Сейчас пойдем на обследование к врачу, который должен дать согласие на продолжение нашей экспедиции. Надеемся, что все будет нормально. Чувствуем себя отлично. Итак, мы сейчас в Камп 1, 4,800 метров. Мы едем на Камп 2 tomorrow, чтобы сделать карьер. Мы все чувствуем хорошо сегодня. Это красивый холод. Мы чувствуем хорошо. Мы здесь с три аппекейс-порядов и друзьями. И мы все очень рады. Мы сейчас идем на саммит. Я никогда не забыл название. Итабуб? Итабуб? Итабуб. 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 Агвабзира. Итабуб Абвазира. Агвабзира. Агвабзира. Итабуб Агвабзира Шемазайки. Итабуб Агвабзира Шемазайки. Итабуб Агвабзира Шемазайки. Мы находимся на высоте 4800 метров на пути к вершине горы Акункагуа. Это высочайшая точка западного и южного полушария. И это наша третья экспедиция по подружению абхазского флага на 7 вершин. Группа чувствует себя отлично. Впереди нас еще тяжелые испытания. Шесть дней пути. Но мы настроены серьезно. И скоро мы поднимемся. Это десятый день восхождения нашей группы. Чувствуем себя отлично. Основная наша беспокоенность по поводу высоты и акклиматизации и возможной горной болезни себя не оправдала. Есть определенная степень усталости. Но в целом все в пределах нормы. Все отлично. Из интересного, что могу отметить, практически все группы, которые мы встречаем, как нам говорит наш гид, принимают достаточно сильные препараты при восхождении. От головной боли для более лучшего кровообращения и акклиматизации на высоте. Хочу сказать, что наша группа не использует такие препараты. Единственное, что мы делаем, это по наставлению нашего гида и старшего нашей группы Йохана пьем много воды. В общей сложности предстояло пройти около 120 километров. Согласно статистике, всего 30% из заявившихся доходит до вершины Аконкагуа. Многие возвращаются на полпути. Некоторые гибнут, не выдержав нагрузки и погодных условий. При восхождении на Аконкагуа за все время попыток людей взойти туда погибло 115 человек. И во время нашего восхождения, к сожалению, тоже погибло 4 альпиниста. По разным причинам они погибли. Одни не справились с нагрузкой, не рассчитали время. И их застала ночь. Ребята, к сожалению, замерзли. Еще двое ребят из Америки тоже. Они сорвались во время восхождения. Что я могу сказать? Да, вершина сложная. Она считается третьей по сложности из семи вершин. К таким вершинам невозможно подготовиться даже в наших горах, потому что там нагрузка совершенно другого уровня. Она идет в первую очередь на легкие и на сердце. После 3000 метров организм начинает в большей степени поглощать не жиры, а мышечную массу. Нужно физически быть хорошо готовым, чтобы организм все это выдержал. Восхождение длилось 15 дней. Мы, безусловно, готовились к восхождению. У нас были выходы в горах Абхазии. Мы тренировались в зале. То есть каждый как мог к этому восхождению готовился. Но могу сказать, что на высокогорное восхождение есть, собственно говоря, только одна возможность подготовиться хорошо. Это ходить на горы, которые выше 4-5-6 тысяч метров. Поэтому, конечно же, для меня и для Владимира Гулия это был новый опыт. Мы никогда не ходили на такие высокие вершины. Самое главное для нас опасение было – это горная болезнь. И когда мы видели ребят, ребят достаточно сильных физически, намного сильнее нас, которые спускались вниз, потому что они не справились с нагрузкой, потому что их настигла эта горная болезнь, у нас были опасения и за себя тоже, за то, что наш организм не выдержит. Со временем как-то пришло понимание, что мы можем. Страх ушел, появилась уверенность, и вот мы поднялись на вершину. Восхождение начинается при температуре плюс 35 градусов по Цельсию, а на пике температура достигала минус 20. Там очень сильные ветра. Даже если ничего не делать и просто отдыхать на такой высоте, организм съедает мышечную массу. Поэтому, так или иначе, идет нагрузка на организм. Вообще, наши гиды, глава нашей группы, Йохан, они нам очень часто говорили о том, что восхождение – это не гонка, и самое главное – выбрать нужный ритм, и вот в этом ритме идти. И это, безусловно, один из самых важных уроков, о котором нам постоянно напоминали. То есть при восхождении тот же Йохан, он все время меня удерживал, говорил «держи ритм, держи дыхание». И его поддержка мне очень помогала. То есть последние 4 дня Йохан шел со мной, и благодаря вот этому постоянному его контролю, я могу сказать, что я оптимально подошел к высоте, и восхождение для меня далось относительно легко. И Йохан нам тоже очень часто повторял, что восхождение заканчивается не на вершине, оно заканчивается внизу. Потому что один из ярких примеров – это гора Эверест. 70% погибших погибает во время спуска, уже после вершины. Потому что многие психологически вершину для себя воспринимают, как завершение экспедиции, отдают все силы на восхождение, и уже при спуске, к сожалению, не рассчитав силы, они погибают. Путь к вершине очень сложный. В основном приходилось идти по льду, присыпанному горной породой, а в некоторых местах был просто лед. В таких случаях использовались так называемые кошки, одевали на обувь шипы, которые втыкаются в землю и в лед. Йохан Эрнст Нильсон – это на сегодняшний день один из самых известных путешественников нашего времени. Я могу сказать, что то количество экспедиций, которые он совершил, честно говоря, я не знаю второго такого путешественника на сегодняшний день. То есть это более 27 экспедиций, более 100 стран. Сложнейшие экспедиции – это, естественно, и Эверест. Но, как сам Йохан признавался, самая сложная для него экспедиция была на Южный полюс. Они прошли там более 65 дней при температуре минус 50, при очень высокой влажности. Ну, и вот в честь как раз-таки именно этой экспедиции, от полюса до полюса она называлась, очень известная фирма «Зенит» выпустила эксклюзивную серию часов в честь Йохана. Опытные альпинисты считают Аконкагуа третьим по сложности из семи вершин после Эвереста и Маккинли. Маккинли ниже высоты, чем Аконкагу, но технически считается сложнее. Было тяжело, но никогда в голове мы не держали мысли о том, что мы развернемся и уйдем. И единственное, за что я переживал, и за что я лично беспокоился, и что, кстати, Йохан потом сказал Вове, он сказал, я вижу, что этот парень боится. Я боялся того, что мое тело физически не выдержит нагрузок. То есть не то, что я психологически с этим не справлюсь, не то, что я отступлю, а то, что в какой-то момент тело откажет, и я просто упаду, например. Но, слава богу, этого не произошло, хотя мы видели людей, с которыми это происходило. И, например, в день восхождения мы видели 8 человек, которых, вот если ты не справился, если тебя настигла горная болезнь, или если ты физически полностью истощился, гид группы, он привязывает тебя веревкой за пояс и спускает. И вот мы таких ребят видели, поэтому, конечно, это было всегда напоминанием о том, что нужно быть начеку. Один из таких вот тоже интересных фактов, незабываемых, это последние несколько дней мы уже были на достаточно серьезной высоте, на 6 тысячах, там ночевали, и была плохая погода, плохие температуры, низкие температуры, и когда мы просыпались в 5 утра, первый раз, когда проснулись, это, конечно, очень удивило. Ты открываешь глаза, и вокруг тебя вся палатка покрыта льдом и ним. Вот, конечно, это было незабываемо, я там растолкал ребят, и мы это увидели, и, конечно, это запомнилось на всю жизнь. К сожалению, так произошло, что Новый год мы праздновали на высоте 4300 метров, позвонили нашим семьям по спутниковому телефону, поздравили их и уставшие пошли спать. Наши семьи, конечно, очень сильно за нас переживали, и я вот уже говорил в одном из интервью, что для меня таким вот собственным жизненным опытом стало то, что в тяжелые минуты, когда нужны силы, когда их откуда-то нужно взять, ты начинаешь вспоминать про близких, и вот мысли о них придают тебе силы, придают тебе силы идти дальше. Для меня и для Владимира Гуля собственно говоря, начиная с 3000 метров ежедневно, это были новые рекорды для организма, и поэтому мы не знали, какая реакция будет организма, как он себя поведет. Например, моя реакция была на новую высоту, это мгновенный сон. То есть мы приходили, стоило мне на секунду присесть, я сразу засыпал, но меня будили, будил старший нашу группу, потому что необходимо было акклиматизироваться, освоиться, и в данном случае как бы сон считался не самым лучшим решением. Но с другой стороны, ночью я всегда спал хорошо, именно по этой же причине, а это важно, потому что это позволяло восстановиться организму. Ну, вообще, тот, кто сталкивается с горной болезнью, у него только одна дорога вниз. Только потеря высоты может человека излечить от этой болезни. Последствия достаточно серьезные, то есть человек может рвать кровью, у него могут быть очень сильные головные боли, отек мозга, отек легких, вплоть до смерти, если вовремя не, ну, в общем, если вовремя не принять решение и не прекратить восхождение. Вершина — это как бы другой мир, и, честно говоря, очень сложно делиться этими эмоциями, потому что их очень сложно передать. Если передать вот нашими словами, такими общепринятыми, то да, это состояние счастья, состояние эйфории, счастье от того, что мы это сделали, невероятная гордость, когда ты достаешь флаг Абхазии. 11 января 2014 года наши альпинисты покорили высшую точку американского континента в гору Аконкагуа. На вершине был установлен государственный флаг Республики Абхазия. Вот мы наконец-то в вершине самой высокой точки южного полушария Аконкагуа. Наконец мы сделали это. Это было очень тяжело. Мы дико устали, но мы сделали это для тебя, Абхазия. Мы подняли флаг. Абхазия, мы любим тебя. Ждем возвращения домой. Спасибо. Это для девочек из Абрасии. Я не говорю по-русски, но я вас люблю. Мы это сделали. Йоханн – это человек. Я кастер – это страна. Мы на вершине Аконкагу. 14 дней мы шли к этому. У нас отличная команда. Хулио, Йохан, Дамей, Вавука, Я, Я. Честно говоря, чувства переполняют. Невероятные воспоминания на всю жизнь. Еще я хочу сказать, что в самые тяжелые минуты нашей экспедиции мы всегда думали о наших родных. И именно это нам принималось. Всегда. Вот. Мы вас очень любим и скоро будем в Абхазии. Рядом со мной Йоханн Эрнст Нильсон. Под его предводительством мы сделали это. Мы поднялись на самую вершину, на самую высокую вершину снаружи Гималай. Мы сфотографировались с флагом. Очень горды за свою страну. Мы надеемся, это многих порадует. Ну, это очень огромное удовольствие быть с этими ребятами. Это было очень хорошая партнерка. И это просто потрясающе. У нас очень большие сердца. Спасибо. 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 Самое незабываемое приключение в моей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok